Это программа День с Толком в студии Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Страдает не только земля. Жители Солонешинского района нашли новую причину, по которой должны уйти золотодобытчики. Только реки встали, как они уже там. Чем руководствуются зимние рыбаки на ноябрьском льду? 24,5 миллионов рублей – цена новогоднего городка Насахарова. Что построят за такие деньги? В Алтайском крае сегодня начал работу автоответчик прямой линии губернатора. Напомним, общение Виктора Томенко с населением состоится в этот четверг, 21 ноября. Уже на 14 ноября губернатору поступило больше тысячи обращений от жителей региона. Свои сообщения можно отправлять по номеру телефона, который вы сейчас видите на своих экранах. Многоканальный номер будет работать круглосуточно до 21 ноября. На некоторые вопросы, которые будут заданы, Виктор Томенко ответит в прямом эфире. Остальные передадут в работу органам власти разных уровней. Кроме автоответчика, есть и другие варианты подачи обращений на прямую линию с губернатором. Они указаны на официальном сайте прямой линии. В Солнишинском районе местные власти и жители продолжают воевать с золотоискателями. Резолюцию о запрете работы старателей подписало несколько сотен человек. На сельском сходе люди пожаловались на грязную воду и уменьшение популяции животных. Подробнее о том, что еще обсуждали на собрании, расскажет Данил Кузнецов. Здесь собрались те, кто душой болеет за то, за что мы сейчас отвечаем. За природу, а в целом за то, что мы оставим следующим поколением. В ДК села Солонешное не хватило мест на всех желающих поучаствовать в сходе против деятельности золотодобытчиков. Выразить протест пришло свыше 200 человек. Напомним, этой осенью рядом с райцентром начали работать новосибирские старатели из компании ООО «Артель Солнечная». Районные власти и жители несколько лет бились за то, чтобы не допустить добычу золота в этом месте. Ранее, что их сдерживало, чтобы они не заходили, это наличие краснокнижных растений. Краснокнижные растения у нас, вид здесь распространенный, то есть это самый, это кондык сибирский и второй, это рябчик шахматный. Однако старателям документально удалось обойти эти ограничения, и они уже давно приступили к работам. Не смутил их и возможный экологический сбой. Вот с ребятами ходили на рыбалку по ОНУ, и видно, что из Солонежки, где слияние рек Солонежка и ОНУ, там вытекают масляные пятна. Бежит грязная вода, в бане не помыться, пить вообще невозможно, глина бежит. Так, чего еще, какой вопрос-то. Это началось после того, как... Да, как они начали копать, да. Местные говорят, что страдает от нынешних работ природой в плане фауны. По словам экспертов, животные теперь не мигрируют через место раскопок. На самом деле, с реки ОНУ заходят на нерест такие виды рыб, как хариус, как тайминь. Сейчас это просится. Просто это инвестит еще не то, что оно нарушено, оно уничтожено. Добыча золота вблизи села Топольное компанией ОНУ, которую контролировали те же лица, что и артель Солнечную, по словам жителей, обернулась настоящей экологической катастрофой. У местных и тогда были жалобы на грязную воду. К тому же, от ландшафта остались лишь марсианские впадины. Ситуацию не спасли и высаженные для формальности сосны. 11 тысяч рублей, которые в прошлый раз от них поступили в бюджет, не хватило на дополнительную рекультивацию. В этот раз казна и вовсе ничего не получит. Работы они проводят на этой территории, так скажем, для нас, для бюджета Солнечинского района приносит налогов ноль. Местные власти, как и люди, не собираются сдаваться и пишут во всевозможные инстанции. На следующей неделе должны прибыть представители Роспотребнадзора для замеров воды. Также должны приехать специалисты Росреестра для территориальной сверки работ. Руководство Артели, в свою очередь, обвиняет жителей, борющихся за экологию родного района, в невежестве и вредительстве. Агрессивное невежество проявляет лишь небольшая группа, в том числе и из местных жителей, ангажированная экоактивистами и состава иноагентов. Что касается итогов схода, к ним можно отнести провозглашенную резолюцию против деятельности старателей в районе. Кто за? Пожалуйста, счетная комиссия, считайте. Практически все люди, которые были на сходе, проголосовали против добычи золота в Солонешинском районе. За только одна подпись. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. К другим темам. В Барнауле ограничили движение по улице Гоголя по отчетной стороне. Сделано это для того, чтобы заложить сети водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации к новому многоквартирному дому по адресу Гоголя, 52. Движение ограничили на выходных 16 ноября и продлится оно ровно месяц. Участок, на котором будет запрещено двигаться по отчетной стороне, небольшой, от проспекта Ленина до социалистического. Несмотря на ограничительные знаки, водители пока продолжают ездить по старой привычке. Смотрите наверх. Жители Барнаула пожаловались в нашу редакцию на огромные сосульки, свисающие с крыши балконов многоэтажных домов прямо на тротуары. Например, такая ситуация возникла в доме на Горького, 43. Метровые сосули смотрят прямо на головы пешеходов. Образуются они из-за смены температур. Причем такой опасный период продлится всю неделю. По ночам воздух в Барнауле будет опускаться до минус пяти, а днем подниматься до нуля или плюс одного. Поэтому советуем быть осторожными, чаще смотреть наверх и идти на расстояние от крыш, так как отяжелевший снег может скатиться прямо на прохожих. Напоминаем, что устранением сосульок с крыш занимаются управляющие компании. Не рискуйте делать это самостоятельно. Водоемы Алтайского края начинают постепенно затягиваться льдом. Любители зимней рыбалки уже начали готовить удочки, а кто-то и вовсе открыл сезон. Наша съемочная группа решила проверить, а можно ли уже. Передаю слово Марии Костылевой. С приходом похолодания водоемы региона начинают потихоньку замерзать. И действительно, это повод открыть сезон зимней рыбалки. Но так ли безопасен первый лед? На днях в реках и озерах действительно образовался, на первый взгляд, внушительный ледостав. Поэтому уже с утра рыбаки здесь. На первых порах улов довольно скромный. Да и за количеством здесь не гонятся. Это больше про хобби. Таких более-менее беремых. Ранние рыбаки уверены, выходить на лед безопасно. Он уже окреп, а значит никаких рисков. На сантиметрах 8-9 он уже держит. Даже крупного человека будет удерживать. Не опасно, да? Нет, он опасный, когда печней пробивает с первого раза. А ее, я пробовал, ее не пробивали. Лед не пробивает. Однако в региональном МЧС уверяют, спешить на неокрепший лед все же не стоит. Один трагичный случай уже произошел в Ельцовском районе. На пруду утонул мужчина, который в полном снаряжении, с буром, вышел еще на незастывшее озеро и провалился. Крепкого, надежного ледового покрытия, достаточного для выхода на лед, в настоящее время на территории региона еще нет. Выход на неокрепший лед крайне опасен. Помните, безопасная толщина льда для пребывания на льду для одного человека не менее 7 сантиметров, для пешей переправы около 15 и более сантиметров, для проезда автомобилей не менее 30 сантиметров. Прочный лед должен быть прозрачным. Как правило, он имеет зеленоватый или синий оттенок. Тонкий же напротив, серый, мутный и слегка пористый. Как раз именно такой лед самый коварный. Может застать врасплох и обрушиться без предупреждающего треска. В свою очередь спасатели настоятельно просят рыбаков набраться терпения и немного подождать, чтобы улов не превратился в трагедию. Мария Костолева, Владислав Ковалев, День с толком. Тем временем в этом году в край водным транспортом перевезли 1 миллион 200 тонн грузов. Это рекордный показатель, сообщает правительство региона. Наш край достигает его третий год подряд. В 2022 году в регионе привезли 1 миллион 184 тысяч тонн, в 2023 на 11 тысяч меньше. Главная причина увеличения числа грузоперевозок по воде – рост спроса на материалы для ремонта и строительства дорог, которые расположены вдоль Аби. Еще одна причина – переключение на водный транспорт для разгрузки Чуйского тракта летом. В этом сезоне с дорог получилось, так сказать, убрать 50 тысяч грузовых авто. Кроме того, в этом году в край провели дно углубительные работы объемом 1 миллион 200 тысяч квадратных метров, что позволило безопасно плавать габаритным судам. В это воскресенье прошел Всемирный день памяти жертв ДТП. По статистике, в нашем регионе с начала года произошло более 2 тысяч дорожных аварий, в которых пострадали почти 3 тысячи человек. О том, как складывается жизнь людей после ДТП в своем проекте, решил рассказать барнаульский юрист. А заодно и рассказать, что почти все пострадавшие имеют право на помощь. Меня зовут Фалина Карпачева и полтора года назад я получила травму в ДТП. Меня зовут Роман Кузнецов. Год назад меня сбил машины. Всем привет, меня зовут Руслан. Кто не знал, 17 ноября день памяти жертвам ДТП. Трагедия, разделившая жизнь каждого из них на до и после, теперь объединила людей из Барнаула, Славгорода, Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга в одном проекте. Его автор Ольга Писанова, барнаульский юрист. Через реальные истории она решила рассказать, что от несчастья на дороге никто не застрахован с точки зрения философии, но по закону застрахован почти каждый. Переезжал через Новый мост, через пешеходный переход. К сожалению, не следствия велосипеда. Вот внимания не обратила и меня сбил в джип. Ты знал о том, что тебе положена страховая выплата, которую можно оформлять сразу после ДТП и сумма ее до 500 тысяч рублей? Нет, конечно, не знал. Проект – это инструкция по применению, где рассказывают, что пешеход имеет право на выплаты, даже если он виноват, что по ОСАГО застрахованы все пассажиры и о том, куда обращаться, если случилась беда. Видеоотчеты размещают на портале «Жизнь после ДТП». Акция, которая задумывалась как флешмоб, переросла уже в международный проект. В следующем году съемки продолжатся за границей. В Турции, как и в России, есть автострахование «Зорунутрафик Сигуртасы». Аналог ОСАГО. По закону, россиянин, пострадавший в ДТП, имеет право на компенсацию и лечение без покупки полиса. Нам за это время написали ребята из США, Испания, Турция, Казахстан. Просто хэштег «Жизнь после ДТП» он сам уже помогает нам находить ребят. Цель акции «Жизнь после ДТП» объединить вот этих вот активных ребят со всего мира, я не побоюсь этого масштаба мероприятия, да, потому что они хотят общаться друг с другом. Вот, делиться опытом. Такого мы не встречали. В 2025 году историю участников проекта планируют объединить в большой фильм, чтобы показать, вместе можно преодолеть даже самые большие сложности. Николай Потешкин, Дмитрий Денисов. День с толком. 24,5 миллионов рублей потратят власти Барнаула на новогодний городок на площади Сахарова. Администрация краевой столицы намерена определиться с подрядчиком работ до 27 ноября. Главной фигурой городка станет, конечно, елка. Высота искусственной ели составила 32 метра, диаметр 12. Из-за того, что в городе вновь ожидают мало снега, в этом году ледяных фигур на Сахарова не будет. Компанию елки составят светодинамические фигуры – шары и маяк, веер, мишка, большие цифры 2025. На площади планируется разместить шесть павильонов, а на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежная установят световой фонтан. Кроме того, условия контракта с будущим подрядчиком предусматривают ежедневную очистку площади от снега и мусора, а также обработку противогололедными средствами. Отметим, что в планах властей города и новогодний салют. Поиск подрядчика для его проведения уже идет. К другой теме. В регионе обсудили лучшие проекты в сфере межнациональных отношений. Накануне в Барнауле параллельно прошли два форума. Столица Алтайского края – территория межнационального согласия при поддержке администрации города и этно-наставник Алтая при поддержке правительства края. На протяжении двух дней студенты, активисты национально-культурных объединений делились опытом в деятельности этнокультурных организаций, рассказывали про свои проекты, которые нацелены на укрепление межнационального мира и согласия народов. Сегодня была площадка семинар-практикум образовательный для специалистов по делам молодежи. Делились опыты как раз-таки вузы, представители вузов, какая ведется работа в вузах в сфере межнациональных отношений. Вся работа ведется почему? Для того, чтобы был мир, дружба, согласие. Авторы лучших проектов получили свои награды. Так, например, в одной из номинаций гран-при присудили проекту, который рассказывает о музее русского алфавита и истории письменности в Белокурихе. Музей слова – это проект семейный. И проект Андрей Владимирович, это наш казак, ИСАУ, занимается этим музеем довольно давно, лет, наверное, 15. Сейчас этот музей базируется в курортном месте, на Белокурихе-2. И, пользуясь случаем, я приглашаю всех его посетить. Это очень интересно, просто интересно. Это слово, это русская речь, это русское слово. Потому что о музее рассказать на пальцах невозможно, его надо смотреть, его надо ощутить. Новый сквер появился в Барнауле на улице Гущина. Выстроить территорию бывшего пустыря получилось благодаря проекту инициативного бюджетирования, который действует в краевой столице уже третий год. Чтобы пустырь стал сквером, понадобилось 3 миллиона рублей, причем часть средств – деньги самих жителей близлежащих домов. Подробности в сюжете. Мехутка, зайка, чебурашка. Детвора зажигала вместе с любимыми мультперсонажами. Отчасти ради того, чтобы местная ребятня могла гулять не на пустыре, и был заложен сквер. Программа инициативного бюджетирования помогает решать задачи здесь и сейчас для каждого дома, для определенного микрорайона жителей. Этот сквер сделан по инициативе жителей этого микрорайона, депутатов Барнаульской городской думы, депутатов Краевого законодательного собрания, ну и, безусловно, администрации Ленинского района. На благоустройство сквера потратили порядка трех миллионов рублей – часть средства самих жителей. Ведь это они пожелали сделать из пустыря комфортное место для прогулок взрослых и детей. Здесь уложили плитку, высадили деревья, установили скамейки, а самое главное – провели освещение. Всего с начала реализации программы инициативного бюджетирования на территории Ленинского района благоустроено 8 подобных проектов. В текущем году у нас реализовано два проекта. Один проект – селе Ганьба, второй проект – это то, где мы сегодня находимся. Идея создания сквера появилась в 2022 году. Ее высказала на одном из праздников председатель Совета дома «Погущина-171А» Елена Павловская. Спустя два года идею удалось реализовать. Как отметила Галина Буевич, председатель Барнаульской городской думы, вскоре депутаты во втором чтении будут принимать проект бюджета Барнаула на следующий год. Денежные средства на программу инициативного бюджетирования планируется увеличить, ведь запросов от жителей на создание комфортной среды в своих микрорайонах по-прежнему много. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком. И к новостям спорта. Хоккеисты Динамо Алтай завершили очередную серию домашних игр. В минувшие выходные барнаульцы в овертайме обыграли Олимпию из Кировской области. Также в самом разгаре сезон у волейболистов университета. Студенты дважды на выезде обыграли магнитогорскую магнитку. Как это было, расскажет Дмитрий Дроздов. Штормить из стороны в сторону – это про игру Динамо Алтай в этом сезоне. Команда то терпит по 8 поражений подряд, а потом выдает победную серию из 7 матчей. И еще над фаворитами сезона. А вот со слабыми командами часто дают им очки. В матче против Олимпии, которая занимает предпоследнюю строчку в таблице, у болельщиков вызывало волнение. Так и произошло. Олимпия первая вышла вперед 1-0. Во втором периоде барнаульцы переиграли гостей 3-2. И все ушло в овертайм. Там, точнее, оказались Динамо Алтай. Тяжелая победа 4-3. Непростая игра. Соперник приехал после поражения в Новокузнецке. Вышли играть от ножа, мобильно. Нам же тяжело было опять доставать эмоции после яркой очень игры. В предыдущем матче победы. Маленько мы не то что стушевались, а не вошли в игру правильно. Хорошо во втором периоде переломили, забили нужные шайбы. Но легко пропустили, и поэтому в третьем периоде, в принципе, игра шла до гола. Перешли в овертайм, где удача улыбнулась нам. Сейчас Динамо Алтай занимает 11-е место в турнирной таблице. Следующие матчи барнаульцы проведут на выезде. Команду ждет турне по Татарстану. 25 ноября против Челнов. 27-го играем с Нефтяником. И 29 ноября в Казани против Барса. Со льда переходим на паркет. Волейболисты университета завершили первый круг высшей лиги А. Играли в гостях против магнитогорской магнитки. Первую встречу студенты выиграли 3-0. Во втором матче тоже победа, но со счетом 3-1. Результатом прошедших матчей мы довольны. Нам было очень важно одержать две победы и заработать 6 очков над одним из конкурентов за попадание в четверку. Наша команда понимала, что на выезде против магнитки будет очень сложно. Если первая игра прошла под нашим контролем, то в повторном поединке соперник перестроился. В субботней встрече мы выдержали прием, но в воскресном матче не удавалось эффективно сыграть у сетки. Игры второго округа стартуют в ближайшие выходные. Волейболисты университета 23 и 24 ноября на выезде сыграют против челябинского «Динамо». Дмитрий Дроздов. День с толком. День с толком.